Уже завтра участник детского Евровидения от Казахстана Давид Чарлин вылетает с командой в Ереван. В столице Армении 12-летний Алматинс выступит на 20-м юбилейном конкурсе песни, где исполнит композицию «Жерана». Деталями его подготовки к важному событию поделились продюсеры. О своем настрое журналистам рассказал и сам Давид. Финалист 4-го международного конкурса «Бахаттабала-2022» Давид Чарлин на детском Евровидении исполнит новую композицию «Жерана», которая уже полюбилась многим слушателям. Юный исполнитель готовился 4 месяца и понимает, что на нем лежит большая ответственность. Но Давид уверен в своих вокальных данных, поэтому решительно настроен на победу. Я буду петь песню «Жерана». Это песня, как мне кажется, очень с посылом серьезным. Я не буду волноваться, во-первых. А еще, если, конечно же, за меня проголосует большее количество людей, я думаю, у нас огромные шансы победить. Давид Чарлин серьезно готовится к выступлению, ведь он представляет Казахстан на мировой сцене. Им гордятся и верят в него его продюсеры. Они отмечают, что мальчик специально выучил армянский для участия в конкурсе, а также владеет казахским языком. Продюсеры также отмечают, что в организации детского Евровидения 2022 участвует профессиональная команда из Казахстана. Я этим очень сильно горжусь, как генеральный продюсер этого проекта. В этом проекте работают исключительно казахстанцы. Можно сказать, что над проектом работают исключительно профессионалы. Главный режиссер проекта Илья Астамарбаев, режиссер клипа Тай, стилист проекта Мира Берген, композитор музыку написал маэстро Шангалиев Хамид. На детском Евровидении выступят также юные исполнители из 15 других стран. Участие Казахстана в масштабном конкурсе стало возможным благодаря тому, что с 2016 года агентство Хабар является ассоциированным членом Европейского вещательного союза. В этом году мы хотели бы попросить казахстанцев голосовать за Дэвида Чарлина как можно активнее. Он продвигает искусство нашей страны на международном уровне, защищает честь нашей страны. Нужно оказать всестороннюю информационную поддержку всеми способами. К слову, трансляция гранд-финала состоится на телеканале Хабар уже 11 декабря в 9 вечера.